всем огромный привет дорогие друзья сегодня я предлагаю мастер-класс по плетению вот такого нарядного колье кому интересно оставайтесь на канале для его плетения нам понадобятся следующие материалы бусины 4 миллиметра бусины капельки у меня размером 13 на 7 но если у вас нет таких капелек вы можете взять капли другого размера но отверстие должно быть вот такое вот так должно проходить отверстие они вот так вот а если у вас вообще никаких капелек нет но вы хотите что-то подобное сотворить вы можете взять вместо них бусины 6 миллиметров конечно так эффектно не получится но что-то интересное обязательно должно получиться вот еще понадобится бисер я взяла бисер тоха 11 но его легко можно заменить на чешскую десятку я взяла почему тоха ну потому что у меня чешской десятки такого оттенка не было но очень хотелось вот сочетать именно с серебром вот поэтому взяла тоха кому интересно оттенок 21 вот ну понадобится застежка плела я это дело на нити сколько нитки отрезать я вам не скажу потому что по ходу плетения добавляла вот и давайте приступим нанизываем бисер бусину 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 бисер капельку и еще один бисер это вот такое большое первое низание дальше будет немножко по-другому спускаем на другой конец плетется в одну нить сейчас покажу на схеме спустили так откидываем вот этот ну где-то оставляйте здесь кстати я как плела сейчас покажу можно плести в обратном направлении тоже поэтому я нитку отрезать не стала сейчас просто показываю вам отрезок вот отмотала я допустим полтора метра нити и остальное оставила на катушке то есть вот эта часть у меня оставалась на катушке потом я работу повернула когда нитка закончилась и плела в другом направлении таким образом получается можно обойтись без узелка вот что я хотела сказать теперь откидываем вот этот последний бисер проходим обратно в капельку и вот в бисер который идет после капли вот так идем вот здесь у нас такая заглушка получается и здесь такой набор сейчас набираем набираем значит бусина бисер набрали и проходим через вот эту первую бисеринку вот сюда вот у нас первый раппорт готов теперь на повороте набираем 6 бисера набрали 6 бисера секс биц и одна бусина вот с таким набором на повороте мы сейчас проходим через вот эту бисеринку и у нас получается здесь поворот вот такой но здесь можно поставить стопорную бусинку если хотите вот такой поворот дальше идет набор посмотрите давайте по схеме покажу вот такая простая схема здесь идет у нас сейчас мы вот тут повернулись а вот тут вот у нас один раппорт сейчас мы набрали пять бисера вот здесь вот это шестая бисеринка потом одну бусину набрали сюда прошли сейчас нужно набрать бусину бисер капельку бисер здесь делаем такой поворот обратно в капельку потом набираем бусину бисер бусину и выходим вот здесь теперь на один момент хочу обратить ваше внимание насчет вот этого набора мы набрали 6 для того чтобы впоследствии образовать вот такие зубчики видно ли вам будет второй ряд вот с такими пиками если вы не хотите на этом заморачиваться хотите чтобы прямо шло вы можете вот я тут немножко не закончила вот тут свободновато почему потому что дальше будут пики если вы хотите просто прямо вести вот эту линию то вот тут набирается 4 бисера тогда не надо будет плести второй ряд у вас просто вот так прямо пойдет рисунок вот идем дальше значит дальше набираем бусину бисер каплю и бисер откидываем последний бисер проходим обратно в каплю и вот в этот бисер только в бисер вот так вот натягиваем хорошенько как это можно сделать просто можно подержать вот за этот пик стопор как бы и потянуть хорошенько вот получается мы оформили эту капельку вот так идем дальше дальше у нас на подъеме набираем бусины бисер бусина набрали с этим набором проходим вот тут в первый бисер вот из этих шести как бы самый вот тут первый все это хорошенько нужно натягивать и вот мы выполнили два раппорта теперь на повороте берем шесть бисера и одну бусину набрала шесть бисером и бусину и проходим вот в этот бисер вот сюда и так плетем дальше я думаю это уже понятно рисунок несложный здесь нужно хорошо натягивать вот еще раз показываю схему кому-то может быть проще по схеме плести так плетем до необходимой длины и будет еще второй ряд у нас когда длину добрали нам нужно здесь вот образовать петельку для замка я вот таким образом это сделала если у вас бусины тяжелые например стеклянные или может быть даже каменные смотрите как-нибудь по другому нужно будет оформить вот эту петельку но так как у меня легкие акриловые у меня вот просто бисером я сделала круг для этого набрала вот я вышла из этого бисера но последний раппорт выполнила набрала я 8 бисера эйчбит вот тут и зашла вот так вот делала такой круг да верно я уже забыла вот на этом и на том конце его нужно сделать и потом я несколько раз прошла по этому кругу чтобы его укрепить значит я три раза по этому кругу прошла вы смотрите сами сколько позволяет вам нитка дальше я буду делать вот эти пики для этого проходим через вот леска вышла из вот этого бисера так к сожалению плохо видно в серебре вот так у меня выходит нить здесь у нас арка из пяти бисера проходим в первые два бисера вот убить прошли оставляем третий бисер в третье значит не заходим проходим следующие вот этот оставляем следующие два бисера и вот в этот бисер получается в три бисера проходим теперь натягиваем так чтобы у нас средняя бисеринка в которой мы не заходили она должна выступать вот так если не выступает значит нужно помочь немножко иголкой вот так натягиваем и смотрите вот она средняя бисеринка выходят вот так треугольничком дальше тут конечно немножко приходится петлять я ухожу вот в эту белую бусинку вот в эту белую и следующую белую если сразу не проходит значит по одному вот так потом поднимаюсь через через вот этот бисер поднялась и иду назад прохожу через два бисера но если вы найдете другие более удобные способы как петлять можете подумать сами оставляю в покое третий бисер прохожу в следующие два бисера и ухожу вот в этот который идет вниз ну получается захожу в три бисера и тоже натягиваю натягиваю если а вот так вылезло у меня вот такие пики обратно через эти два бисера две бусины прохожу так и поднимаюсь наверх через две бусины как мы там уже прошли два раза получается а вот в следующем ни разу через эти бусины проходить не буду вот поднялась здесь у нас опять арка прохожу через первые два бисера третий бисер пропускаю прохожу следующие два и иду вниз и натягиваю вот натягиваю не вылезает значит надо помочь можно иголкой можно чтобы вот эта нитка она снизу шла тогда у нас вот этот бисер вылезет наверх брюки превращаются это наверно тот случай вот девочки нет ладно давайте я это за камерой сделаю но я думаю вы поняли смысл надо же какая противная бусинка оказалась в общем вот так теперь идем вниз тоже через вот эти бусинки вперед так и петляем получается вот так вот и так до конца ну вот так я поставила застежку просто магнитный замок через кольцо потому что у меня колье очень легкое получилось а можно поставить карабин и удлинить цепочкой ну так как у меня такой размер конкретный был задан поэтому вот так мне кажется очень нежная красивая работа получилось эти капли я брала в магазине иголочка сейчас искала в интернете почему-то такого размера нигде не нашла но другие размеры обязательно можно найти вот всех благодарю за просмотр и желаю всем удачных работ и до следующего видео пока пока пока